МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Впервые официально отметили Международный день людей с ограниченными физическими возможностями. Эти ребята из города Клинцы Брянской области впервые побывали на море в этом году. Отдохнуть на турецком курорте они смогли благодаря фонду имени Карлова. Это один из множества реализованных проектов благотворительной организации. Помощь детям входит в число основных направлений работы фонда. Мы действительно хотим очень сильно помогать детям. Очень большой поток детей есть, дети, костные мозги. Сегодняшний день, который мы знаем, 400 человек, но у них сейчас очень мало. Поэтому наша задача им помогать. Фонд имени дипломата Андрея Карлова существует чуть больше года, и за это время удалось воплотить в жизнь десятки проектов. Первые итоги работы были подведены на общем собрании членов президиума и благотворителей. Организация помогла множеству людей получить необходимую медицинскую помощь. Провела дни памяти Андрея Карлова в городах России и зарубежья. Дала старт масштабным образовательным и научным проектам, таким как совместные русско-турецкие школы и университеты. Фонд имени Карлова активно работает с самого основания. Сегодня он известен и в России, и в Турции. И мы, дипломаты и бизнесмены, должны поддерживать работу фонда. Здесь каждый делает все возможное, чтобы фонд продолжил свою успешную работу и тем самым увековечил память чрезвычайного и полномочного посла Андрея Карлова. Руководители фонда выразили благодарность за поддержку Министерством иностранных дел России и Турции. Отметили неоценимую помощь посольства Турции в России, а также МГИМО, альмаматор погибшего посла. Президент фонда, вдова Андрея Карлова Марина Михайловна, вручила памятные дипломы самым активным волонтерам и благотворителям. Среди них и Надежда Андреасян, сестра Марины Михайловны. Она работала в благотворительном фонде с первых дней его основания. Я часто бывала у них в Турции, поэтому, сами понимаете, знаю эту семью, как никто другой. И знаю, как ей было тяжело. Поэтому, когда организовался фонд, я с большой охотой включилась в его работу. Наша с ней была деятельность связана с детьми в основном. То есть мы детей из клинцов возили в ДМР, я их сопровождала, помогала смотреть за ними. Фонд, основанный в память о погибшем при исполнении дипломатии Андрея Карлова, существует чуть больше года. В попечительском совете российские и турецкие предприниматели, дипломаты, общественные деятели. Алиса Климантович, Сергей Новиков и Гордея Верьянов. Новости Большой Азии. Катар принял решение заморозить с 1 января следующего года свое членство в Организации стран экспортеров нефти. Как заявил министр энергетики ближневосточного государства Мухаммед бен Салих Ассада, решение является стратегическим и техническим одновременно, так как Даха предпочитает сосредоточиться на основном активе страны – сжиженном природном газе – СПГ. Вместе с тем, по мнению официальных представителей ОПЕК, сделанное заявление относится скорее к разряду политических, а не экономических, так как никакой значимой роли страна не играет ввиду весьма незначительных объемов экспорта нефти сердца. Так, годовой объем внешнеторговых операций по этому активу составил за прошлый год всего лишь 600 тысяч баррелей. Для сравнения, Саудовская Аравия произвела около 11 миллионов баррелей. Многие аналитики полагают, что громкое решение связано с определенной напряженностью между Эрриядом и Дахой. В то же время на рынке СПГ Катар действительно является заметной величиной. В среднем он производит ежегодно около 77 миллионов тонн газа. Тем не менее, до конца текущего года делегации Катара намерены все-таки присутствовать на заседаниях ОПЕК. На повестке дня этой организации стоит вопрос о дальнейшем сокращении добычи черного золота ввиду мирового кризиса перепроизводства на нефтяном рынке, что может повлечь за собой существенное падение отпускных цен и, как следствие, резкое сокращение прибыли как добывающих компаний, так и в целом стран экспортеров. После упорных и продолжительных боев вооруженные силы Сирии овладели плацдармом Тулул-Аль-Сафа, который ожесточенно обороняла запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ. Взятие этого труднодоступного анклава фактически ознаменовало возвращение к мирной жизни южного региона страны. Сам по себе укрепрайон террористов является жерлом гигантского потухшего вулкана. Отсутствие источников с пресной водой, растянутые коммуникации и плохие дороги значительно затянули операцию по зачистке территории. В итоге противозаконные вооруженные формирования были вынуждены оставить местность. «Во время боя с толкновением мы заметили, что противник использует мощные оптические приборы для скрытного наблюдения и ведения огня. Кроме того, у них уйма всякого вооружения, включая американские снайперские винтовки». Освобождение правительственными войсками Тулул-Аль-Сафа позволяет гарантировать безопасность дорог в юго-западной части Сирии. Здесь проходит оживленная трасса, ведущая в Иорданию. В КНДР торжественно отметили Международный день людей с ограниченными физическими возможностями. Мероприятие состоялось в Пхеньяне в Дворце пионеров и школьников на проспекте Кванбуктера в северной части района Мангюнде. Гостями большого праздничного концерта стали представители международных некоммерческих гуманитарных организаций. Все номера исполняли инвалиды с тяжелым поражением моторных функций опорно-двигательного аппарата, слабовидящие или с другими серьезными проблемами со здоровьем. Многие зрители в зале не могли сдержать слез. В тот же день многочисленные посетители познакомились с работами мастеров фотографии на тематическом вернисаже в холле Дворца. Международный день людей с ограниченными возможностями официально отмечается с 1992 года, когда Генеральная ассамблея ООН приняла решение об учреждении такой даты. В 1996 году Северная Корея присоединилась к странам, признающим этот праздник. В прошлом году Пхеньян официально согласился на постоянный рабочий контакт с управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.